Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский. Толкование на деяния святых апостолов. Стихи 17-18. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Так как Петр сильно укорил иудеев, то снова смягчает речь свою, чтобы дать им возможность одуматься. И в оправдание их соизволил выставить два обстоятельства. Одно – их незнание, другое – то, что все сказанное им было возвещено прежде. Но как же Петр не приводит о распятии Иисуса свидетельство из Писания? Впрочем, он и выше говорит, что по определенному совету и предведению Божию и преданного взяли. И теперь излагает тоже, только простране, говоря «Бог, как предвозвестил устами всех своих пророков». Прямого же свидетельства не приводит, потому что вместе с объявлением иудеем обвинений и наказания высказаны им и все свидетельства, как, например, «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого». Смотрим книгу пророка Исаии, главу 53, стих 9. «А в утешении говорится, что они сделали это по неведению. Бог же так и исполнил». Это в то же время ответ и на слова всех иудеев, на слова, которые они в поношении и его говорили даже при кресте. «Пусть теперь Бог избавит его, Иисуса, если он угоден ему». И еще «Если ты сын Божий, сойди с креста». Смотрим Евангелие от Матфея. Одного только Петр не говорил им. Неразумные – это были пустые слова. Потому что если так должно было быть, и если все пророки свидетельствуют об этом, то очевидно, что это распятие случилось не по бессилию Христову, а скорее по неизреченному могуществу и премногой власти, и по бесконечному его человеколюбию. И так покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена от рады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам, Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, того, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Говорит, не о том прегрешении иудеев, на которые они дерзнули во время распятия, так как выше сказал, впрочем, «Я знаю, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». Какое же значение имело то, что Он сказал там «Я знаю»? «Я знаю», — говорит, — то есть считаю полезным сказать так, чтобы устроить спасение ваше. А что сделали это по неведению, знаю, потому что многие из вас обращаются и спасаются. Очевидно, Он говорит это к обратившимся уже из них и уверовавшим. Как же так по неведению сделали они это? Какое незнание в том, чтобы испросить на свободу разбойника и не принять в свое общество того, кого присудил Пилат отпустить, а напротив убить его? Но Он говорил так, отворяя для них двери обращения, потому что не говорит «Покайтесь в том, на что дерзнули вы во дни распятия», но «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились и прочие грехи ваши». Итак, «Покайтесь», — говорит, — «да придут времена обновления», но тут же показывает присутствующим, что они имеют подвергнуться многим скорбям, потому что такая речь может быть обращена только к тому, кому предстоят слезы и кто ожидает какого-либо утешения. Посмотри, как постепенно приближается к цели. В первой беседе указал на воскресение Иисуса и сидение Его на небесах, а здесь указывает уже на Его славное пришествие, которое называет временами отрады от лица Господа или обновления, потому что какие еще могли быть другие времена обновления или воскресения? Апостол Павел ставит вопрос об этих временах, когда говорит «И мы воздыхаем под бременем». Смотрим второе послание Коринфянам святого апостола, главу 5, стих 4. Если же кто временами обновления вздумает называть времена, следовавшие после завоевания Иерусалима, то не встретит никакого препятствия, потому что и времена озлобления, и пленения иудеев Бог сократил ради избранных, то есть для того, чтобы уверовавшие обрели обновление и освободились от этого сильного угнетения. «Да пошлет Он предназначенного вам, Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего». Петр говорит так, вместо того, чтобы сказать «небу необходимо принять его», так как Он Бог и должен сидеть всегда вместе с Отцом. Показывает причину, почему Он не приходит теперь. Говорит, что следует прийти всему к концу, тогда и Он придет. Но как же Петр говорит, которого небо должно было принять? Ужели оно еще не приняло Иисуса? Приняло без всякого сомнения. Но чего же Он не сказал «приняло»? Так говорит Он, как человек, беседующий о прежних временах. Итак, смысл этого текста тот, что многое из предсказанного пророками еще не исполнилось, но исполняется и имеет исполняться до скончания мира, потому что вознесшийся на небеса Христос прибудет там до скончания мира и придет силою, тогда, когда исполнится наконец все, что предсказали пророки, то есть, когда настанет конец и прекратится все чувственное, тогда Христос будет превыше небес. Стихи 22-26 Моисей сказал отцам «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев наших пророка, как меня, слушайте с его во всем, что он не будет говорить вам, и будет, что душа, которая не послушает пророка того, истребиться из народа». И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили Днисии. «Вы, сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные». Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. «Сказал воздвигнет пророка, как меня» Выражение «как меня» следует понимать не в смысле природы, а в смысле действия. Моисей уподобил Себя Христу не по природе, но по действиям, потому что если бы выражение «как меня» он употребил в смысле природы, то воскрес бы не один, а многие. Пророком назван по человечеству Эммануил, посредник, как в свое время Моисей, Бога и человеков. Уподобляя Его в переносном смысле Моисею, я позволяю себе назвать Его даже Моисеем, истину, позволяю себе сопоставить тенью. Христос рождается в Вифлееме. Моисей родился в Египте. Моисей израильтянин, Христос по плоти тоже. Моисей из рода священнического, Христос через деву, из рода Давидова. При Моисее фараон, при Христе Ирод. Фараон убивает детей, Ирод истребляет младенцев, тот избивает детей мужеского пола, и этот истребляет мужеский же пол. Моисей спасается при посредстве матери, матерью же, и вместе с нею спасен и Христос. Истребиться из народа Будучи бессмертной, душа человеческая несовершенно истребляется, но не спадает из какого-либо благого состояния, в какое прежде было поставлено. Так и Иуда истребился, то есть исключен из лика апостолов. Итак, по и лику душа бессмертна, то под истреблением ее мы разумеем лишение ее тех благ, какие она имела бы вкусить, если бы жила Бога угодно. Вы сыны пророков. Говорит сыны пророков, вместо того, чтобы сказать, не должно не унывать, не думать, что вы лишились обетований. Вы сыны пророков, так что они к вам говорили, и ради вас все это совершилось. А что значит сыны завета? Это сказано вместо наследники, но наследники не приписанные только, а такие же, как сыны. Сыны сказал, между прочим, и для того, чтобы показать, что они наследники по сыноположению. Итак, если вы сами этого хотите, то вы наследники, вот почему, говорит Петр, вы сыны пророков и завета, и Иисуса, которого Бог, воскресив, к вам первым послал благословить вас. Послал Бог и к другим народам, но к вам, распявшим и убившим его, послал прежде. Когда же? Только с креста? Нет, и до того, и после воскресения. Что сотворить? Благословить вас и спасти, если вы и сами действительно пожелаете отвратиться от злых дел. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Иоанна. Стихи 1-4. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матери Иисуса была там. Был также зван и Иисус, и ученики Его на брак. И как недоставала вина, то матери Иисуса говорит Ему, «Вина нет у них». Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, жену? Еще не пришел час Мой». Зовут Господа на брак не потому, что видели чудеса Его, не как великого человека, но просто как знакомого. Обозначая сие, евангелист говорит, была там матери Иисуса и ученики Его. Господь не отвергает приглашение и приходит, потому что Он смотрел не на собственное достоинство, а на то, что полезно и благотворно для нас. Тот, кто не счел низким быть между рабами, тем более не мог счесть низким пойти на брак. Матерь убеждает Его совершить чудо, потому что из событий зачатия и рождения она получила высокое понятие о силе Его, ибо она все сохраняла в сердце своем, смотрим Евангелие от Луки, и отсюда заключала, что сын ее имеет силу выше человека. Но Богоматерь не имела повода просить Иисуса о совершении чуда, как будто бы Он совершал и другие чудеса, ибо, будучи отроком, Он не совершил ни одного чуда, иначе Он был бы известен всем. Вместе с ним Матерь помнила и отзывы Иоанна, в каких Он свидетельствовал о нем, видела уже, что и ученики следуют за Ним, и всего этого догадывалась о силе сына. Но Он делает ей упрек и не без основания. Если, говорит, нет вина, то и нужно было прийти и просить тем самым, которые не имеют Его, а не тебе, матери, ибо когда свои просят совершить чудо, то зрители Его соблазняются, а когда просят сами нуждающиеся, тогда дело бывает свободно от подозрения. Еще не пришел час Мой, сказал не потому, будто подлежит зависимости от времени или наблюдает известные часы, ибо как приличный сие Творцу времен и веков, но потому что все совершает в приличное время. Так как Он для многих был невиден и неизвестен, потому что не все были учениками, и даже присутствующие на браке не знали Его, ибо в таком случае сами обратились бы с просьбой о вине, пока лику все это было так, то и сказал, еще не пришел час Мой, то есть не наступило приличное время. Но еще восстает бешенство Ария, пытающегося доказать, что Господь подчинен часам и временам. Итак, научись, проклятый, если Он зависел от часов, то как, наконец, совершил чудо? Ибо если, по твоим словам, Он в зависимости от часов и времен, а час Его еще не пришел, из этого следовало бы, что Он не в силах совершить чудо. Однако же Он совершил чудо, следовательно, независим от часов. Примечай, пожалуйста, как Он не до конца и не во всем противодействует матери, но упрекнул немного и опять исполняет ее просьбу, воздавая ей честь и нам подавая образец уважения к родителям. Стихи пятый, восьмой. Матерь Его сказала служителям, что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою. И наполнили их доверху. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Мать говорит служителям, что скажет Он вам, то сделайте, с тем, чтобы просьба была усилена через приступ и прошение их самих, чтобы явно было, что отказ был не от бессилия, но с целью отвратить мнение, будто прибегает к чудотворениям из самохвальства и пустой напыщенности. Каменные водоносы употреблялись для очищения иудеев, ибо иудеи почти каждый день обмывались и потом уже принимались за пищу. Прикасались ли они к прокаженному, к мертвецу, сообщались ли с женщиной, они обмывались, как уже нечистые. И как Палестина была безводна и нельзя было находить много источников, то они всегда наполняли водоносы водою, чтобы не бегать на реки в случае осквернения. Не без цели сказал по обычаю очищения иудейского, но чтобы кто из неверных не подумал, что в сосуде оставался некоторый осадок вины, потом, когда влили воду и смешали, образовалось самое слабое вино, показывает, что они никогда не были вместилищами вина. Но неужели не мог он произвести вино из ничего, не наполняя сосуды водою? Конечно, мог, но величие чудес часто уменьшает их удобоприемлемость. Могла быть и та цель, чтобы служителей, носивших воду в сосуды, иметь свидетелями чуда. Еще, чтобы мы научились, что он притворяет в вино влагу винограда, которая есть совершенная вода. Приказывает служителям, чтобы они подали питье для отведания распорядителю пира, не без цели. Но чтобы кто не подумал, что было собрание пьяниц, вкус у них испортился, и в состоянии опьянения они приняли воду за вино. Чтобы такое подозрение не имело места, он отведывание предоставляет трезвому распорядителю пира. Ибо те, которым вверялось служение при подобных случаях, строго воздерживались, чтобы под их распоряжением все происходило чинно и благоприлично. Но будем молиться, чтобы это совершилось и над нами, чтобы ныне совершился как бы брак, то есть соединение Бога с душою нашою. Да коли мы еще в Кане Галилейской, то и в стране сего низкого и неизвращенного мира во всех отношениях превратного и переменчивого. Брак же сей не бывает без присутствия Христа и матери его, и учеников. Ибо как соединиться с Богом тот, кто не уверует во Христа, родившегося от Марии и говорившего во апостолах? Посмотрим же, какое чудо совершает Господь при таком браке и при таком соединении Бога с душою. Он притворяет воду в вино, наполняет шесть каменных водоносов наших. Под водою ты можешь разуметь нашу водянистость, влажность и расслабление в жизни и мнениях. Под пятью водоносами пять чувств, которыми ошибаемся мы в делах, под шестым водоносом – разум, которым мы колеблемся во мнениях. Итак, Господь наш Иисус Христос, евангельское слово, врачуя наши падения в деятельной или то жизни, в умственной или созерцательной, жидкое и нетвердое в нас прилагает вино, то есть в жизнь и учение, вяжущее и веселящее. И таким образом шесть наших водоносов наполняются с ним прекрасным напитком. Чувство, чтобы не погрешали в деятельности, разум, чтобы мы не погрешали во мнениях. Прими во внимание, что там стояли каменные водоносы по обычаю очищения иудейского. Слово «иуда» значит «исповедание». Исповедующийся очищается в пяти чувствах, которыми прежде грешил. Глаз видел худо. Глаз же при исповедании плачет и таким образом служит к очищению. Ухо слышало блудные песни. Оно же опять наклоняется к словам уст Божьих. Так бывает и с прочими чувствами. А разум погрешает во мнениях. Он же опять очищает прежнее зло, преклоняясь на правильное мудрствование. Водоносы каменные, или потому что состав нашей земли, или потому что преднамереваемые вместилища такого вина должны быть тверды и неразрушимы. Разум Павла был каменным водоносом. И в то время, как он гнал церковь Божию, ибо он ревновал по отеческим преданиям более всех сверстников, и в то время, когда проповедовал, ибо он имел такую силу в словах, что ликаонцы, как первенствующего в слове, сочли его за Иермия. Смотрим Деяния святых апостолов, главу 14, стих 12. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино», — сберег доселе. Распорядитель пира спрашивает не служителей, а жениха. Почему? Конечно, по божескому устроению. Если бы он спросил служителей, они, конечно, открыли бы чудо, но им не поверил бы никто, ибо оно было началом знамений, и никто еще не имел великого понятия о Христе, так что никто не поверил бы, если бы служители и рассказывали о чуде. Однако же, когда после сего он совершил и другие чудеса, и настоящее должно было сделаться достоверным, и служители, всем рассказывающие об нем, мало-помалу могли приобрести доверие. Для сего-то Господь устроил так, что спрошены не служители, а жених. Господь не просто сотворил из воды вино, но вино прекрасное, ибо чудеса Христовы таковы, что гораздо превосходнее того, что совершается природою. О том, что вода притворила свино, свидетельствуют служители, черпавшие воду, а о том, что оно было прекрасное, распорядитель пира. Обо всем этом с течением времени проповедано, и слышащие о сем должны были увериться очень твердо. Под вином ты можешь разуметь евангельское учение, а под водою все предшествовавшее Евангелию, что было очень водянисто, и не имело совершенства евангельского учения. Скажу пример. Господь дал человеку разные законы. Один в раю, смотрим Бытие, главу 2, стихи 16-17. Другой при Ное, снова Бытие, глава 9. Третий при Аврааме, об обрезании, опять же Бытие, глава 17. Четвертый через Моисея, смотрим исход главы 19-20. Пятый через пророков. Все сии законы, в сравнении с точностью и силой Евангелия, водянистые, если кто понимает их просто и буквально. Если же кто углубится в дух их и уразумеет сокрытое в них, тот найдет воду, притворившись в вино. Ибо различающий духовно то, что говорится просто и понимается многими буквально, без сомнений в этой воде найдет прекрасное вино, пиемое впоследствии, изберегаемое женихом Христом, так как Евангелие и явилось в последние времена. Стих одиннадцатый. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. Что Господь начал творить чудеса после Своего крещения, об этом мы и прежде говорили. Но кажется, что первое чудо Он совершил именно притворением воды в вино, ибо сказано, так положил начало чудесам. Но скажет иной, если сие чудо и есть начало чудес, то не всех, а только совершенных в Кане Галилейской. Так как Он совершил разные чудеса в Кане, то им оно начало. Хотя мы многое имеем для подтверждения, что настоящее чудо есть начало и всех чудес, потому что слова и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики, показывают, что прежде всего Он не творил другого чуда, которым бы Он явил славу Свою. Однако ж не будем спорить, оно ли было первым чудом или другое. Как же Он явил славу Свою? Ведь немногие находились при всем событии, и не пред лицем народа совершено оно. Но если не тогда, то впоследствии все должны были услышать об этом чуде, так как оно и до ныне возвещается, а не остается безозвестным. Слова ученики Его уверовали в Него, понимая так, что они возымели большую и крепчайшую веру в Него. Они и прежде, конечно, веровали, но веровали не так твердо.